Карты, деньги, покер Я играю в покер дома, но Я везде как дома Я пришел, чтобы забрать твое Ама, Алька, Бонус, Трид на моих руках Флэш на моих руках Вечером каре на флопе Кутуроликс на руках Дяжу с пацанами, наслаждаюсь игрой Меня будто любят бабло Такое бывало с тобой Лет 10 в замесе Мой покер фейс действий Каждый шаг взвесил у меня плюс Девочки в трусах, громко тусим Наша музыка в рукаве тус Я играю в покер дома, но Я везде как дома Валар Моргулис, друзья На очереди очередной разбор Новой серии Мира Дикого Запада Третья серия получила название Вирту Эфортуна, что можно перевести Как Доблесть и Фортуна Или же Добродетель и Удача К сожалению, точный перевод сделать сложно Так как название на итальянском Скорее всего, оно является очередной отсылкой К итальянскому искусству В сериале ранее мы уже видели отсылки К Тайной Вечере Леонардо да Винчи И Сотворению Адама Микеланджело Вот и сейчас название отсылает нас К таким известным личностям, как Данте и Макиавелли Которые в своих трудах Размышляли о Добродетели и Удаче События начинаются В необычном для нас месте Как мы узнали из первой серии Бенгальский тигр, которого нашли оперативники Был из шестого парка И это именно тот парк Хотя в серии и не говорилось, но на сайте компании Делос появилась информация об этом парке Он носит название Радж Так называется эпоха британского колониального правления в Индии 19-е, начало 20-го столетий И в парке воссоздали эти времена В сюжете появляются два новых героя Мужчина и женщина Хотя в серии своих имен они не раскрывают Их герои заявлены как Грейс и Николас Далее так и будем к ним обращаться Грейс приглянулась Николасу И тот решил с ней познакомиться Через некоторое время они переместились с Грейс в номер Но к удивлению мужчины, она захотела проверить робот ли он Так как с машины она не хотела бы проводить время Она стреляет в Николаса с оружием, которое не может навредить человеку И тот все же оказывается человеком Создатели хотели, чтобы мы вместе с Грейс сомневались в том, кто же на самом деле Николас В разговоре с Грейс он говорит фразу Это ни на что не похоже А как мы знаем, именно такую фразу говорили роботы, которые видели то, что им было запрещено Или могло навредить Услышав это из уст Николаса У зрителя должна была закрасться мысль А не робот ли он? Через некоторое время нам показывают всю красоту и особенности нового парка Николас и Грейс верхом на слонах едут охотиться на бенгальских тигров Но по прибытию Грейс, которая уже была в этом сюжете Замечает, что здесь что-то не так Чуть позже один из ранее дружелюбных остов наставляет на них ружье И со словами У бурных чувств неистовый конец убивает Николаса У Грейс же получается добраться до оружия и убить Ганджу Фразу, которую произнес взбунтовавшийся робот, мы уже слышали ранее Именно с нее началось восстание машин в парке Питера Бернатти сказал ее Долорес, после чего у нее началось пробуждаться сознание Затем Долорес сказал ее Мэйв И которая тоже вскоре пробудилась Как мы видим, вирус или что бы это ни было добралось и до этого парка Машины взбунтовались и начали убивать гостей Данный временной отрезок происходит приблизительно в одно время с резней В парке Мира Дикого Запада, когда был убит Форд Но скорее всего эти события происходят уже на следующий день Так как резня на Фуршате была вечером А события в парке Радж происходят утром Вероятно, чтобы распространиться, вирусу потребовалось какое-то время Грейс понимает, что с машинами что-то не так И пытается убежать за пределы парка Но на своем пути она встречает тигра Собственно, на которого они и прибыли охотиться Она, зная, что находится возле границ парка Пытается быстро покинуть его территорию Так как машины не могут пересекать границы парка Но в итоге тигр без проблем пересек границу И последовал за ней Затем, возле обрыва, тигры вместе с Грейс падают в реку В конце серии нам показывают, как Грейс с мертвым тигром вынесла на берег Через 14 дней этого тигра найдет оперативная группа Делос Но тут беды Грейс не заканчиваются Ее встречают индейцы Или как их еще называют, народным призраком Что это для нее сулит, мы пока не можем сказать Но судя по тому, что у одного из них был нож для снятия скальпа Первое впечатление они оставили необнадеживающее Индейцы, вероятно, играют одну из важнейших ролей в игре Форда Они иногда появляются в разных сюжетных линиях И вносят свою маленькую лепту Но вот к чему они стремятся, пока непонятно Напомню, что в конце первого сезона Они словили Эшли Стабса, главу безопасности парка Но в начале второго сезона, во временной линии 14 дней после инцидента Он находится с оперативной группой, присланной Делос Как он выбрался из плена индейцев, пока нам не рассказали Пока далеко не отошли от темы с шестым парком Хочется еще немного уделить внимание новой героине Которая заявлена как Грейс Есть теория, что она является дочерью Уильяма Или как мы его еще знаем, Человека в черном Как мы знаем из прошлых серий, у Уильяма есть дочь Сейчас ей около 30 И она винит отца в смерти матери Так как считает, что тот довел ее до самоубийства Их милое семейство мы видели в прошлой серии Но тогда девочка была еще маленькой И вряд ли можно судить о том, правда ли Грейс Дочь Человека в черном, полагаясь на схожесть с актрис Насколько известно, дочь Человека в черном звали Эмили Но никак не Грейс Так откуда появились мысли о том, что это она Начнем с того, что в серии девушка не называла свое имя А авторы сериала могли заявить ее героиню под другим именем Чтобы не проспойлерить будущее событие Также стоит обратить внимание на поведение девушки Она категорично заявила Николасу, что хочет проверить робот Леон И не хотела никаких отношений с машинами Дочь Уильяма винит его в смерти матери А таким его сделала как раз таки связь с машиной То есть Долорес После чего он стал другим Она не хочет повторить его путь Также она говорит Николасу, что не удивилась бы Если бы компания выдала одного из роботов за человека Скорее всего, она в курсе их проделок Также Грейс или же Эмили Находятся в парке по какому-то делу Николасу она ответила, что одной из причин пребывания в парке Является убить время Но заметим, что это только одна из причин Можем предположить, что главная причина ее пребывания в парке Это поиск какого-то объекта Вряднее всего от того, что построил ее отец в молодости Нам показали, как она бережно относится к своему блокноту В котором нарисована карта с каким-то интересным символом Вряднее всего он обозначает размещение оружия, которое создал Уильям Стоит отметить, что далее в серии мы еще раз встречаем этот символ Он появляется на планшате Бернарда, когда тот открыл зашифрованный файл Что подтверждает теорию о связи объекта на карте и так нужных компаний данных Далее остаемся во все той же временной линии сразу же после восстания машин И продолжаем узнавать, что случилось с Бернардом Он вместе с Шарлоттой Хейл отправляется на поиски Питера Бернатти В котором, со слов Шарлотты, находятся данные, которые очень нужны компании Она назвала их страховкой А Бернатти находится в плену одной из банд И чтобы его спасти, Бернард перепрограммирует одного из насильников Делая его самым добродетельным и быстрым стрелком на западе Ребус, а именно так его зовут, после перепрограммирования Восстал против членов своей же банды и убил их всех Сцена с перепрограммированием бандита ответила на один маленький вопрос Наверное возникший у множества зрителей после просмотра первой серии Когда Бернард попал к оперативникам Делос, он увидел, как те убивают роботов И Ребус, будучи бандитом и насильником, защищался за женщинами Теперь же нам понятно такое резкое изменение его характера В итоге Бернарду и Шарлотте не удается забрать Абернатти Их настигают конфедерада Шарлотта, поняв, что им не справиться с ними, убегает А Абернатти и Бернард попадают в плен Тем временем Долорес вместе с майором Креддеком Которого я в прошлом обзоре по ошибке называл капитаном Прибывает к форту конфедерада Где она хочет заручиться их поддержкой в борьбе с людьми Стоит отметить название форта Форт потерянной надежды Звучит красиво и в какой-то мере даже символично Долорес с помощью своей презентации Удается убедить полковника присоединиться к ней Также стоит обратить внимание на то, что Долорес Представилась как Уайет И услышав это, уже стоило задуматься о том Что она не зря это сделала Далее она в полной мере оправдала Те слухи, которые ходили об Уайет Но об этом чуть позже Долорес в ответ на возмущение Тедди О том, что их новые союзники животные Говорит ему, что они просто дети И ими нужно управлять Она имеет в виду, что они просто программы Которые не несут ответственности за свои поступки А делают только то, что им велят Но Тедди, скорее всего, понял ее слова немного не так, как она хотела И далее это сыграет очень важную роль Вечером того же дня в форт приводят пленников Среди которых находятся Бернард и Питера Бернатти Долорес узнает отца Но, к сожалению, он уже не тот, кем был раньше Его личность изменили И в освободившееся место в памяти записали так нужные для Деллас данные Хотя последнее время Долорес показывают как жестокого и беспринципного персонажа В этой серии мы увидели и ту старую Долорес Милую и любящую дочь Она не стала бесчувственным и свихнувшимся психопатом Уайтом В ней еще есть что-то хорошее И слезы, которые она пролила, поняв, что люди испортили личность отца Являются этому доказательством Долорес пригласила Бернарда, чтобы тот починил ее отца И между ними произошел очень интересный диалог Долорес поделилась с Бернардом своим планом Она сказала, что хочет завладеть парком Но ее словам трудно верить Ведь ранее она говорила, что хочет во внешний мир Также она поделилась с Бернардом появлением в ее голове ее собственного голоса Что можно трактовать как сознание Но это мы и ранее знали Бернард же осознал, что он мало чего знает И является лишь тем, кем его хотели видеть создатели Он не видел внешнего мира и не был за пределами парка Хотя раньше ему казалось иначе Бернард рассказывает Долорес о файле, спрятанном в отце И о том, что он нужен компании Но Долорес не намерена отступать И готова к противостоянию Тем временем мы переносимся к Шарлотте И узнаем, что после того, как она покинула Бернарда Ей удалось добраться до главного офиса парка Где она встретила местную службу безопасности С их помощью она намерена взять форт потерянной надежды В котором сейчас находится так нужный ей Абернати Служба безопасности парка вступает в бой с Конфедерадос Силы не равны, Конфедерадос долго не простоят Но по плану Долорес они и не должны были выжить Все ее обещания для Конфедерадос оказались ложью И они были нужны ей как пушечное мясо Как уже говорила Долорес, не все достойны выживания И по ее мнению Конфедерадос были не одни из них Благодаря уловке все сотрудники безопасности Пришедшие брать форт были взорваны Первую волну Долорес отбила Но вот что интересно Со слов одного из сотрудников За ними должно было прийти около 600-800 солдат компании Эти были лишь сотрудниками парка Зачем Долорес было убивать союзников, непонятно Она же изначально планировала союз Чтобы увеличить количество своих людей А в итоге сама же почти всех и перебила Во время того, как проходил бой Шарлотта воспользовалась моментом И отправила маленький отряд через задние ворота Чтобы те забрали Абернати И как ни странно, у них это получилось Но Долорес все же увидела их И убила нескольких из них Из этой сцены хотелось бы отметить тот факт Что Долорес не боится ранений И была к ним практически нечувствительна Это странно, ведь несмотря на то Что у нее и появилось сознание Тело функционирует все же по-старому Единственное объяснение, которое можно предположить Так это то, что техник, которого она взяла в плен Поменяла и параметры, отвечающие за чувствительность к повреждениям После того, как украли отца Долорес Она поменяла свой план И теперь ей нужно вернуться в Свит Уотер Правда, зачем, пока непонятно После сражения в живых осталось несколько конфедерадос Во главе с майором И Долорес приказывает Тадди убить их Тадди, увидев ту резню, которую устроила Долорес Засомневался в ней Слова майора о том, что они оба служили тираном Задели его И тот ослушался приказа Долорес И отпустил пленников На его выбор также повлияли слова Самой Долорес, что они как дети Тадди приняла эти слова ближе, чем предполагала Долорес После того, как Тадди слушался приказа Долорес Нам показали ее разочарованное выражение лица Возможно, именно этот выбор Тадди Привел его к тому, что в итоге Через две недели его труп будет плавать в озере Ведь Долорес говорила, что не все достойны выжить Может, после его поступка Она перестала его таковым считать Даже несмотря на то, что ранее Она говорила, что у нее остался только он В то время, как шло сражение Бернарду все же удалось расшифровать файл Спрятанный в Питере Абернати И он уже знает, что там Но, к сожалению, нам, кроме его удивления О содержимом ничего не известно Как я уже говорил ранее Во время открытия этого файла Можно заметить символ Идентичный символу с блокнота Дочери Человека в Черном Так что данные из файла Должны каким-то образом быть связаны С оружием, которое создал Уильям У Бернарда снова вытекает Его мозговая жидкость И его состояние ухудшается Он пытается сбежать с форта Но его останавливает Клементина Судя по всему, ему снова нужно вколоть жидкость Но кто ему поможет? Как вариант, это сделает техник Которого с собой забрала Долорес Ведь мы точно знаем, что он не умрет В этой серии нам также показали Дальнейшие действия Мэйв Она с Гектором и Ли Направляются на поиски дочери Мэйв Но тут их встречают индейцы Которые преграждают путь Гектор, как оказалось, знает их язык Он сумел договориться, чтобы их отпустили Но призрачному народу нужен Ли Они их отпустят, если Ли останется у индейцев Что, конечно же, не устраивает Мэйв Зачем индейцам Ли Сайзмар? Почему они охотятся на людей? Они однозначно не заодно с Долорес В первой серии мы видели, как она убила одного из них Но какую же они преследуют цель? Пока можно только гадать Но одно можно утверждать точно Они являются одним из ключевых винтиков в задумке Форда Мэйв вспоминает одного из индейцев Это он, судя по ее флэшбекам Нападал на нее и ее дочь в ее прошлом сюжете Также во флэшбеках Мэйв Есть сцены, где на нее нападали не индейцы А человек в черном Так как же понять, кто на самом деле на них нападал? Скорее всего, в сюжете Мэйв На нее и ее дочь Время от времени нападали индейцы Но однажды, когда человек в черном захотел проверить себя Он выбрал себе в жертвы Мэйв и ее дочь Таким образом, флэшбеки Мэйв правдивы Ее убивали как индейцы, так и человек в черном Группа Мэйв убегает от нападающих Воспользовавшись лифтом, который ведет под парк Они решили передвигаться под землей Там между героями происходит интересный разговор Благодаря которому немного шире раскрываются персонажи Ли видит, как Гектор и Мэйв держатся за руки И признаются в чувствах друг к другу Это его возмущает Ведь такого в принципе не должно быть В их базовых программах не заложены привязанности Этот факт показывает нам, как роботы изменились И то, что благодаря прожитым жизням и осознанию новых данных Их личности могут меняться Интересно, что как оказалось, Гектор это проекция Ли Он его создал как того, кем бы он хотел себя видеть И это немного иронично, ведь теперь он в плену у своего же отражения Далее, продвигаясь по подземным этажам Группа Мэйв встречает Армистис Она нашла огнемет и развлекалась, сжигая сотрудников парка Напомню, что в прошлом сезоне она помогала Мэйв в ее побеге Но ей прищемило руку И она осталась, в то время как Мэйв с Гектором пошли дальше Как видим, она выжила и чувствует себя довольно неплохо Интересно, что когда Гектор увидел ее с огнеметом Он сказал, что у нее дракон Это, скорее всего, маленькая отсылка к Игре Престолов Армистис встречает товарища и говорит, что им нужно уходить И приводит их к лифту Возле которого мы встречаем уже знакомых нам техников Феликса и Сильвестра Скорее всего, Армистис вернулась за ними, когда началась бойня Чтобы те помогли ей выбраться Ведь из людей она знала лишь их Итак, уже пополнившаяся группа Мэйв снова возвращается в парк Так как в подземных этажах ведутся зачистки и там небезопасно Со слов Ли, они находятся на севере парка В районе, где обыгрывается сюжет Клондайка Если кто не знает, то Клондайк это регион на северо-западе Канады Восточнее от границы с Аляской Клондайк знаменит тем, что во времена Золотой Лихорадки Туда направлялись люди сотнями тысяч И хотели разбогатеть, намыв золото Но что-то в этом сюжете не так Ли находит голову самурая Он пытается предупредить, что они в опасности Но он опоздал На них бежит самурай с катаной Как можно понять, границы парков не работают И не только Тигр смог пересечь границу Но и машины с другого парка Который называется Мир Сюгуната О том, что существует такой парк Нам давали подсказки еще в первом сезоне В главном здании парка можно было заметить модели самураев Также в трейлере ко второму сезону Мы уже видели Мэйфы в образе из данного парка Становится интересно, почему Мэйф и ее группа Отправятся в другой парк Ведь ее дочь находится в первом парке В мире Дикого Запада И под конец мы переносимся в настоящее 14 дней после восстания машин Группа оперативников во главе с Карлом Стрэндом Направляется в центр управления парком Там они встречают Шарлотту Которая, как мы видим, вернулась после штурма форта Потерянной Надежды И зачищает здание В этой сцене стоит обратить внимание на то Как Шарлотта встречает Бернарда Она удивлена, что он выжил Как мы знаем, она бросила его с Конфедерадос Но странно не то, что она удивлена А то, как она это говорит Как будто она знает, что он робот И вряднее всего, она все же знает о Бернарде Так как в трейлере нам на мгновение показали комнату Полностью заполненную копиями Бернарда И в этой комнате находилась Шарлотта Можно предположить, что эта комната когда-то принадлежала Форду И он там хранил старые версии Бернарда И его копии На случай, вдруг что-то случится с его текущим телом Шарлотта спрашивает Бернарда Не знает ли он, где находится Питера Бернати А это значит, что на данный момент его у нее нет И после того, как она украла его у Долорес Она его в будущем потеряет Возможно, отца заберет Долорес А возможно, случится что-то еще На этом разбор третьей серии подходит к концу Делитесь своими впечатлениями и теориями в комментариях Думаю, нам всем будет интересно почитать Также, если ролик вам был интересен Не забудьте поставить большой палец вверх И подписывайтесь на канал, если еще не подписаны У канала также есть группа во Вконтакте И страничка в Инстаграме Буду рад вас там видеть Спасибо за просмотр Всем пока Погрузитесь в глубокий сон без сновидений Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok